Android TV является одной из лучших систем для управления контентом. И именно ее я установлю, да, на X96 Mini. Несмотря на то, что приставку я приобрел еще два года назад, на сегодняшний день она достаточно актуальна и пользуется гораздо большим спросом, чем другие TV-боксы, в том числе и новинки. Почему? Я не буду перечислять все ее достоинства, назову одни из основных. Во-первых, это ее цена и качество. Многие сейчас скажут, что я не прав, так как есть негативные отзывы на эту приставку. У многих она сильно греется, у некоторых постоянно глючит и перезагружается, у некоторых при просмотре контента появляются какие-то артефакты. Дальше не буду продолжать, скажу так. В Китае есть несколько производителей, которые производят этот TV-бокс из качественных компонентов, а есть, которые производят из разного хлама, от браковки и вообще радиокомпонентов сомнительного качества. Так как приставка очень популярна по сегодняшний день, многие производят подделки под эту модель. И как вы считаете, какой отзыв будет оставлен на X96 Mini, если человек приобрел такую, а она, естественно, начинает с первых же минут после получения и подключения ее к телеку неадекватно себя вести? Так что, если вы при покупке не повелись на цену на пару баксов дешевле, чем указывают официальные продавцы, и не приобрели девайс в каком-то левом магазине, вы получите качественный девайс. К примеру, у меня два года проработало, и я думаю, проработает еще не меньше. Как выбрать продавца и магазин, я рассказывал в одном из своих предыдущих роликов. Ссылка на него должна сейчас отобразиться вверху этого видео. Одним из недостатков X96 Mini является его обрезанный функционал и не очень удобное управление. Вам удобно управлять приставкой с вот таким интерфейсом. Куда круче и удобнее вот такой. Сразу скажу, что этот интерфейс ориентирован на управление с помощью голосового пульта или голосовой клавиатуры. Конечно, нужно производить управление с помощью пульта, который идет в комплекте. Но вы ведь приставку покупаете для отдыха, а не для того, чтобы давить стрелочки на пульте. Итак, для того, чтобы установить такой интерфейс на X96 Mini, нужна Android TV прошивка. Образ ее я залью на свой телеграм-канал. Все ссылки на скачивание вы найдете под этим видеороликом. Скачивайте. Также нужна программа, с помощью которой будет прошиваться девайс. Компьютер, USB кабель, ну и собственно все. В первую очередь устанавливаем программы для прошивки. Ок. Дальше, 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 дальше и инсталируем. Устанавливается драйвер. Все. На рабочем столе должна появиться иконка USB Burning Tool. Кликаем по ней и открываем программу. С помощью USB кабеля Папа-Папа, у меня вот такой вот. Подключаем TV-бокс к компьютеру. Если у вас такого кабеля нет, многие берут два обычных кабеля Папа-Мама, обрезают маму на двух кабелях и их соединяют. Получается кустарно, поэтому я рекомендую приобрести набор переходников, которые вам помогут избежать такой самоделки. Берете кабель Папа-Мама, вставляете переходник и получается Папа-Папа. Кликаем на меню файл, Import Image. Выберу образ Андроида 8. Я не зря выбрал 8-й Андроид, так как знаю, что в процессе его установки мой TV-бокс X96 Mini станет неработоспособным и приобретет статус кирпича. Это достаточно частое явление, после которого люди начинают бороздить просторы интернета и форумы в процессе поиска решения, как можно оживить девайс. И не найдя решение, либо просто его выбрасывают, либо несут в мастерскую для его ремонта. Стандартная картина того, что что-то пошло не так, появляется обычно через одну минуту. При этом загрузка зависает на 7%. И появляется ошибка. Теперь, кликая на Refresh и Start, эта ошибка будет у вас вылазить постоянно. А девайс никак не будет реагировать, даже если вы попытаетесь войти в режим Recovery. Это когда вы зажимаете спичкой или любым тонким предметом кнопку в разъеме AV, а затем подключаете питание. Даже если вы постараетесь установить любой другой образ, ну, к примеру, давайте установим Android TV, также появляется ошибка. Я не зря показываю эту ситуацию, так как именно на вашем девайсе это может произойти. И для того, чтобы раскирпичить ваш девайс, нужно, во-первых, хороший кабель, а не скрутка, о которой я упоминал ранее, и первоначальный образ X96 mini, или другого девайса. Этот образ я также выложу на свой телеграм-канал, как и все другие файлы. Его вы также сможете скачать. Он будет запароленом архиве. Пароль я предоставлю только тем, кто его попросит в комментариях под этим роликом. Укажите свою электронку или просто напишите, что нужен пароль. Я его вам там же под вашим комментарием напишу, но только через пару часов он будет удален. Почему так? Этот образ я получил с завода производителя, и мне написали, что я его могу предоставлять только индивидуально. Есть также образы и для других смартбоксов. Пишите, на какую приставку вам нужно. Если у меня он будет, я его залью на канал. Скажу также, почему возникает такая ошибка. Во-первых, из-за кабеля. И во-вторых, из-за несовпадения или отсутствия кода в операционной системе с компонентами, которые установлены на материнскую плату вашего девайса. В основном это из-за микросхем памяти. Если вы обратили внимание, у меня в папке с Android TV находятся две операционки. Одна и вторая для процессора Amlogic S905W. Но при установке первого файла, у меня мой девайс превращается в кирпич. Хотя на других, x96 mini, операционка с помощью этого файла устанавливается нормально. Теперь если подключить смартбокс к телеку, откроется абсолютно чистая стандартная Android 7. Ну и соответственно можно устанавливать уже другой образ. Надеюсь вы не столкнетесь с ситуацией окирпичивания. Для установки Android TV повторяем такие же манипуляции, выбрав один из двух образов. Как я уже сказал, при заливке первого файла мой девайс окирпичивается. У вас возможно он загрузится нормально. Со вторым у меня при его установке проблем нет. Поэтому его я и устанавливаю. Загрузка происходит как и в предыдущем случае. Поэтому дублировать его установку не буду. Образ загружается за 3,5 минуты. И после этого можно x96 mini подключить к телеку. После подключения видим заставку операционной системы Android TV. И ожидаем пока TV Box настроится. При последующих включениях приставки загрузка будет происходить гораздо быстрее. Все. Видим рабочий стол Android TV. Берем пульт и настраиваем под себя систему. Пульт, который идет в комплекте, я рекомендую поменять на голосовой с гироскопом. Либо на вот такой G10, либо на более усовершенствованные, имеющие клавиатуру. Для тех, кто не знает, у меня есть канал с базой смартбоксов, на котором можно выбрать понравившийся девайс, а также пульт управления. Выбор продавца для каждого девайса выбирается в зависимости от рейтинга этого продавца. Позитивных отзывов, количество товара, доставки и приблизительно раз в неделю мониторятся цены. То есть, купив по ссылке девайс, у вас уменьшается шанс купить его подделку. В одном из следующих роликов я планирую показать полную настройку этой операционки. А сейчас давайте посмотрим, какие приложения установлены изначально. Список небольшой. Есть два файловых менеджера, Play Market и меню настроек. Но установив дополнительное приложение, я к примеру сейчас установил HD Video Box, YouTube, пару программ для просмотра IPTV. Можно удобно настроить ленты и управлять девайсом. Ну и в качестве бонуса, для тех, кто поигрался с Android TV, он ему не понравился. Возвращаться на стандартную Android 7 нет желания. Есть еще вариант установить операционку ATV Experience. А многим она очень нравится и достаточно удобная и гибкая, как в настройках, так и в управлении. Сейчас вы видите ее интерфейс. Процесс установки этой операционки абсолютно не отличается от установки предыдущих. Также выбираем образ. Также устанавливаем. Процесс установки этой операционки занимает, как и у Android TV, 3,5 минуты. Один из подписчиков задал под одним из моих роликов вопрос. Зачем вы вообще переостанавливаете операционку? Отвечу на примере X96 Mini. Этот девайс сейчас стоит ориентировочно 20 долларов. Но установив, к примеру, на этот девайс Android TV, по функциональности вы его превращаете в девайс по стоимости 50 долларов. Вот смотрите, со стандартной прошивкой к этому TV-боксу вы не сможете подключить Bluetooth-устройство, так как эта функция в нем отключена. А здесь? Ну вы сами все видите. Подключайте к приставке Dongle и согласуйте ее с вашим, к примеру, Bluetooth-пультом или наушниками. Друзья, я надеюсь вы оцените этот ролик, поддержите канал подпиской и кликните на колокольчик. Также напомню, что под роликом находятся все ссылки. Напишите в комментариях, будет ли интересно вам узнать, как максимально быстро и безглючно настроить Android TV. Удачной во установке операционной системы, но если при прошивке вы получите кирпич, вы знаете, что делать. Продолжение следует...